следующая у нас давай чё там дают еще нам в теме про дизайн это господа все еще дизайн vd прокомментировал vd у нас было же я не помню я шутил или нет для меня vd за то что теперь в поликлинике работа это всеобщая диспансеризация отлично я не знаю этот человек что имел ввиду vd напиши в комментариях о чем твой ник вирус destruction какой-нибудь я не знаю visual delivery visual дебил привет предлагает тему он нам говорит причем даже большие тире использует по лебедю как я на windows и alt 0151 на цифровой клавиатуре круто круто популярные техники веб анимации первую его темку я решил взять вторая к сожалению сквозь бюрократию не пробылась там завернули на каком-то из этапов просто зато эту зато эту на пьедестал из трех горячих тем поставили так что сосредоточимся знаешь почему я даже вот не побоюсь этого слова и и ник бабич написал и причем это на бабич bis то есть по идее это должно было стоять 1 но мы уступили мы уступили ютсури потому как он с нами все три года хотя мы еще трех годов не годов нет но он с нами все три хорошо хотя конечно это каналу 3 3 года а паблику то уже ого-го но к старой с 2011 кстати да поэтому возможно он тут прям пионер юнаур отзовись в комментариях поставь лайк расскажи друзьям напиши какое чё ты помнишь первое про нас первые свои слова первые шаги возможно чем плохое хотя про нас хорошая по моему не реально про нас как про покойников да лучше хорошо или никак короче суть какая бабич то в этот раз ты мне проспойлерил и сказал что он отличился и написал хорошо ну да он во-первых хорошо написал хотя и последние его статьи они ну прямо сказать скажем не блистали прямо исписался он и списался ну давай тогда здесь здесь круто причем здесь на твой любимый вопрос а чё там про мобилы про мобилы есть ответы сразу он прям возможно он нас все-таки слушает я буду тайны тешить себя надежды потому что он прям почти в каждом пункте про мобилы пишет ес достучались мы до него с тобой или ты ну просто видишь он всегда говорю что он мобильный пацан поэтому я тут я его качал за базар я согласен то есть это не не надумано тобой было это прям вот раз уже претендуешь значит соответствует да так я это хотел бы сказать но и здесь мы сразу видим в вот этом вот в этом вот хэдере picture header header picture сразу видим инструменты кого слесаря сантехника да 11 сантехника один супер дизайнера вот чтобы ты понимал по центру это не ручка это вакомовский стилус не понидая то есть они немножко не тупой и я так транспортир и карандаш это же с дор транс проекта чуваки нет ну транспортирует и гиппо геометрии рисовать ну по черчению по всякому именно в седьмом классе после изо когда у тебя в акварельке еще ручки да ладно а где анимация интересного бабича ручки были когда написал статьи я просто я думал будет какая-то анимация потому что popular web animation все-таки но слушай ты с транспортиром стилусом и гаечным ключом продумываешь эти анимации а потом уже их реализуешь все-таки в программных продуктах давай до уби давай кстати здесь те кто нас слушает в метро там и т.д. и т.п. потом посмотрите там анимации прикольные плавные очень одежда смотри ps прямо гифки хорошие приложил давай снялся функциональные говорит анимация это один из столпов современного веб-дизайна прям вот нет не было бы детальности детализации в веб-дизайне без анимации вот некоторые вещи просто нужно один раз увидеть чем несколько раз слышать например как наш подкаст и вот несколько примеров тех моментов когда вот без анимации просто никак первое прогрессии то есть например анимации загрузки всегда говорит можно вот здесь типа цветата или как всегда нужно постараться сделать ожидания более приятным если вы не можете так сказать уменьшить ну то есть это на самом деле справедливо даже если вдруг у вас какой-нибудь бизнес связанный с клиентами и вот у вас есть какие-нибудь очереди с ожиданием предложите им кофе чай как в стоматологиях например конфеты чтобы сразу зубы пошли к вам же лечить пока мужи мужьев жены ждут журнальчики положите телевизор включить смотри нихрена да я вот когда готовился не придумал такую метафору про стоматологии а сейчас прям придумала круто мне стало сразу так ну согласись это же для этого сделано чтобы скрасить ожидания ну да вот анимации на страницах для того же чтобы скрасить ожидания здесь катулька очень плавный прям крутой давай ты рассказывай просто у меня знаешь что сразу первый пример вот недавно с работы опять же горяченький как пирожок давай давай когда чувак покупает что-нибудь например не в интернетах смысле не в интернетах не в соцсетях не из браузера с десктопа а если он покупает на телефоне что-нибудь например в приложении h&m или ты имеешь встроенные покупки в играх ну допустим допустим ладно хорошо пусть да насрать на самом деле где говно дерьмо и насрать да так после того как он ведет карточку он у него будет такое ожидание которое прям вот плохое ожидание и чем больше он длится вот прям вообще и я понимаю что люди которые уже миллионы потратили в интернете это не проблема в принципе они пораженные твари они ждут они во первых ждут во вторых если они уже миллионы потратили то что тут у них десятитысячная покупка крутится и непонятно закончится или нет ну и похрен да да а вот люди которые не так часто совершают покупки в интернете а некоторые из них опасаются даже совершать покупки в им бы вот такую анимацию было бы очень хорошо потому что действительно вот это ожидание потное она как бы дает о себе знать господа я думаю что несколько тысяч нервных клеток без анимации вы точнее с анимации вы сэкономите эти несколько тысяч клеток с вами в этот момент просто меня закручивает стойку и это не имеет эффекта никакого как ты расхлябал возможно специально возможно я чуть не понимаю тебе нравится не нормально она ходит я с ней живу ну давай про анимацию окей да я продолжу с вашего позволения так вот ну как бы надо скрасить ожидания причем ладно бы просто ожидание вы какой-нибудь спиннер прикольный накрутили вот типа катулька там это одно а второе вы можете в анимации отобразить прогресс ну например когда вот в world of warcraft путешествуешь с одного континента на другой но не мог не мог я хотел про варкрафт еще еще 2 сказать когда у тебя несколько стадий постройки блин мы с тобой это обсуждали то ли в пятницу то ли в ну как когда-то когда видела уже обувался и мы с тобой внезапно вспомнили что вот в каком-то из варкрафтов есть стадии постройки ты уже обувался одевался продолжаем я уже курил да так вот и здесь и вот я так понимаю поиск так сказать денег поиск рейсов из пункта в пункт б например из нью-йорка в гавану как в случае с нашей предыдущей авторшей статьи вот в этот момент самолетик летит так сказать у нее то летит уже да причем я не понимаю почему именно вот на этой гифки когда самолетик долетает из леда в лпп на полсекунды появляется надпись гиф сбоку как будто сам бабич для себя он как-то на рабочке это сохранял и помещал вот это гифка и как бы почему потом не выпиливать от кадр мне непонятно ну вот видимо видимо был какой-то в этом смысл если николай ты нас слушаешь объяснись и надо его звал что ну почему бы и нет короче говоря здесь анимация на ее смысл выполняет в том смысле что и ожидание скрашивается и мы прям глазками следим как самолетик летит и круто тебе мне кажется скорее garcia ответит в чем бабе согласен он не зайдет что ты как-то он охренел вообще так вот здесь дальше идет прогресс так сказать пошаговый ну допустим там оплата заказ выбор доставки и так далее вот в данном случае есть регистрация потом какие-то настройки потом финиш почему бы если мы из пункта а на в пункт б двигаемся пусть там это аяксово не обязательно с перезагрузками страниц ну стопудово аяксово почему бы нам не анимировать эти пункты опять же мы скрашиваем ожидания но еще и смыслово пользователь понимает на каком этапе он на данный момент находится и сколько ему еще этапов предстоит и так далее это это прекрасно следующий пункт мой любимый а мы опять же у нас здесь видишь дайджесты и мы вольны выбирать любимые и я прям проспойлерю вам вот этот мой любимый из этих всех функциональных анимаций ну-ка скелетон экрана ну а именно скелеты короче говоря вот грузится у нас новостной сайт или вот facebook или в слаг у них это уже реализовано и нам не просто пустой экран грузится а прогрессив энхэнсментом практически подгружаются посты сначала один потом другой а на месте не подгрузившихся еще так скажем силуэты видишь да я вижу типа там будет текст там будет картиночка и так далее это приятнее чем spinner который вот без да 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 спиннер это прям outdated прям верните мой 2007 просто видишь опять же там где spinner там чувак ждет вообще весь контент в случае со скелетоном он уже увидит хотя бы опять же image header image вот эту хреновину да да поэтому ну нельзя прям переоценить это скелетон скрин анимейшн я реально тот чувак который первый это придумал он там какой-нибудь премии достоин нобелевской премии он уже скелетон я думаю ну ладно следующий тип визуальных анимаций это визуальный фидбэк то есть сейчас мы разбирали первый большой блок это прогресс то есть когда мы что-то так сказать происходит у нас какой-то процесс а визуальный фидбэк это уже непосредственно реакция на какое-то действие в данном случае наведение для десктопов это наведение а для мобил это элевейшн и здесь вот ты мне должен подсказать я немножечко не понимает что имел ввиду николай ну-ка но при наведении гает вот иногда пользователи думают а туда ли я навожу то ли я собираюсь нажать мы должны при наведении каким-то образом ему просигнализировать туда дружище именно это ты должен сделать то есть вот buy now кнопочка хоп и перекрашивается в другой цвет и как призывает нас ее нажать в принципе как он здесь говорит он позже об этом скажет но я ведь я заранее читал статью поэтому я могу прямо вам говори что потом он это скажет а до этого я берешь как в этом как начал книжку читать сразу в конец заглянул узнал и вот теперь вам дальше уже говорю кстати там в конце это убийца дворец убийца бабич он там дальше гид что в принципе любое движение оно интересует людей же не это жизнь потому что вот поэтому если что-то двигается при наведении то это уже автоматически заставляет нас нажать вау двигать у тебя таракан задвигаться сразу меня еще двигается нормально работают пока крантик так вот как таракан когда бежит его хочется прихлопнуть сразу за ховерить его согласен прям пушнуть вот а вот с мобилами тут сложнее на мобилах нет ховера и вот он есть так сказать пресед стейт то есть болен как бы сказать так короче говоря со сояния промежуточное состояние нажатия и вот в какой момент она активируется при первом топе или если ты долго топаешь то она приподнимается игры за том что слушай да ты сейчас если от от отожмешь палец то тапнется это же тупо по-моему нет она не тапается сразу ты случайно пальчиком задеваешь вот вот ну вот да но это все равно не стопудовый вариант а вдруг ты не заденешь пальчиком я согласен лучше так ты же можешь анимацию на мобиле показать почему анимацию да ну а как по таймеру они теперь не будет по ховеру она должна быть все равно по какому-то событию просто стыда скраливаешь до этого момента так сказать но имеется виду что не по нажатию а просто там помигать чуваку когда он видит но вот он пишет что вот если есть кнопки и так далее они должны быть показать что они интерактивны до того как пользователь тапнет но это я очевидно если я уже тапнул я уже стопудово пойму что мне там по ссылке уже перешло или чё-то от ну да да поэтому вот не понимаю вот не понимание понимание я думаю просто проигрывается вот это тапанье и все она просто проигрывается не тапая вот да напишите если вы супер специалист в так сказать верстке под мобилы кнопок потому что я вот никогда не запариваюсь с этим дерьмом уже но она уже синенькая оранжевенькая и так далее и все в принципе понятно так attracting contention привлекаем внимание и вот здесь как раз он и говорит о том что любое движение на в принципе уже привлекает внимание поэтому вы сделаете так чтобы движение привлекало внимание в данном случае вот валида формы вот вы неправильно ввели он здесь надряблом что-то вводит и вы сделаете чтобы подрогнула вас форма красненьким закрасилась и так далее и уже стопудово пользователь больше заметит чем если просто красненьким закраситься и он уже так а я же тут неправильно что-то ввел я вот он горизонтальный шейк причем обрати внимание он нам показывает что именно она по горизонтали дрыгается как будто мы киваем отрицательно ну да в китае это по-моему положительно ну слушай я не знаю таких вещей ты уже знаешь ты мне уже говоришь как это вот все разработчики ну вот как там overwatch blizzard да они же китайские праздники котируют китайские новиготы и ты уже прямо тоже уже как на целевой аудитории сильно на китайцев ориентируешься и под них уже дополнительно адаптируешься а под них надо наоборот моргать да под них как-нибудь там не знаю просто чё делать драконы вылетают ну да эти фонарики это как под до мэнфи мэйл фимейл купол и чей низ там какие-нибудь роботы транссексуалы это 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 джипонез согласен да ты уже и в этом да разбираешься навигающий следующий большой блок анимации это навигационный ну и здесь все понятно то есть это не должны нам показать отношения и переход какой то то есть вот жмем на гамбургер меню и движение сразу хоп отодвигается и стрелочка влево то есть мы мы видим что это пункт меню он именно с той стороны выдвигается относится к этому гамбургер меню поэтому должно быть какой-то связь между двумя состояниями открытого и закрытого меню не должно сразу появляться пусть она прям выдвинется выйдет и мы прям поймем что а вот она оттуда выехала то есть какой-то так сказать физический фидбэк мы получаем как будто мы реально шторку отодвигаем то же самое что и здесь на втором примере я не знаю что это founder магазин какой-то ну тут тут мы жмем и выдвигается с другого боку в первом случае слева во втором случае справа причем самом начале во втором случае при просто на приховере на гамбургер стрелочка появляется типа что вот тут оттуда вылетит птичка и при нажатии уже птичка это вылетает это часть сливал кстати второй нет нет нормально сейчас будет да ты можешь пока слить на меня что папа папа заикался сразу так вот и должно быть какое-то сменение состояния без здесь он прям пишет без hard cards без жестких обрезок это значит мы уже выпили 2 чайники и как-то это странно потому что да я заливал два раза блин я тоже пить хочу если честно мы в перерыве с тобой забудьте ничего не понял так вот без жестких обрезок должно это быть то есть вот мы видим анти пример в данном случае мы с хоума нажали на контакт все резко сменилось это плохой кейс согласен там же какие-то дизайн адриан зумбрунен ну да он здесь кто это бабич да бабич нам пишет авторов о том что вот здесь вот такой-то чувак здесь такой-то и так далее что он делает отсылки слышь он как будто уже прям кандидатскую пишет то есть там же нужны все отсылки список литературы вот вот он такой и гораздо лучше когда поведение вот такое с хоума прям слайдится аккуратно пунктик меню до контакта и еще и сам контент снизу тоже слайдится то есть анимации нам помогают так скажем делать это все создавать иллюзию что у нас здесь все такое классно плавная жизнь связи да что это не разрозненные куски контента они связаны между собой мы между ними плавно очень переходим и мысль также она у нас переходит стеканом и сию по древу по древу растекается сразу creative effects кроме прогрессий не помню какая вторая группа была игрушка я не знаю первая была прогрессия 2 visual feedback 3 была связь transition и navigation а 4 креативные эффекты просто вот должны же мы немножечко и просто творчество включить в анимации ух ты например storytelling лонг скроллинг какой-то да как метод до чего-то какое-то проникновение storytelling лонг скроллинг мы практиковали вчера на нашем пилатесе и у одного там спина же защелкнула после старителя нормально еще нога лонг скроллинг извернулся все защелкнула скорую вызывали так вот анимации они вообще вдыхают жизнь в скролл с его точки зрения и вот он говорит вы даже вот между точечками переходите сделайте прикольную анимацию здесь я с ним крайне не согласен почему но мы же с тобой здесь исповедуем такую позицию что не надо менять нативный экспириенс скролла пусть скролл будет такой как вы привыкли когда двигаешь влево вверх вниз он отзывается и двигает вверх-вниз кстати здесь анимации уже не 60 фпс здесь вообще говно просто вот мне прям противно а здесь еще и по точкам сделать да да и здесь именно вот он пошагово анимирует то есть скроллирует и скрольнул вроде сильно вниз а он все равно только на один шажочек передвину это прям вот отвратительно но он здесь по списку литературы предложил нам тулзы и туториал а вот еще почитайте мне просто интересно есть здесь его какие-нибудь еще статьи вроде нет здесь разные свой 3c стимплей монстера за ультра линкс что такое но неважно в общем он нам дает удочку куда еще можно посмотреть и делает вывод небольшой и у него на самом деле у него все вступления и выводы они опять же какие-то академические ну смотри какой вопрос такой ответ вот в видении то и в заключении он как-то прям так обтекаемо это говорит что вообще дизайн это больше чем просто визуальная презентация дизайн он про взаимодействие анимация не критически для того чтобы было какое-то взаимодействие между пользователем и разработчиком поэтому мы должны просто так сказать подчинить им брейс я постоянно забываю как это ну короче говоря внять мы должны природе взаимодействие в вебе самого начала должны это все продумать и пусть это будет прям вот природный такой прям прям вот частью нашего дизайна и все будет круто спасибо говорит нам ник болеем тебе никита какие анимации понравились ну давай я просто вот сказал уже свое что у меня скелетон прям самый любимый блин у скелетон крутой я согласен он прям настолько практичный прям вот он крутой вот он ты его только накатил и уже прям сильно у тебя шишка привстает уже спиннера нету этого беспонтового я к сожалению сейчас заново открою тебе скажу так катулька летящий самолетик был скелетончик вижал фидбэк дергающийся дряблый хреновина бам-бам что-то блин ничего кроме скелетон прикольного не самолетик тоже крутой я тебя подталкиваю чтобы хотя бы у тебя не повторяло чтобы не то что списал у меня все таки как-то хорошо пусть быть самолетик мне нравится самолетик пусть будет я щас он просто еще 60 fps гифка хорошая с надписью гиф естественно мне дебил мне катулька нравится просто но она ни к чему не ведет это мими это просто вместо спиннера как я просто знаю откуда это катулька что самое главное я вот сейчас понял это откуда это короче катулька и сервиса рекламного чтобы рекламу настраивать на мобилы опять же чтобы короче там ну твое приложение показывали в мобилах типа не хай конвершена как так называется не суть и там когда загрузочка там катулька это ответ на твой вопрос чего у него про мобилы он вот реклама мобильная если проплачивать катулька в общем вот так